Неожиданные провалы и победы. Как изменится расстановка сил в законодательных органах после выборов? Спустя три года в барнаульском дендрарии все еще восстанавливаются после урагана. Барнаул – площадка бокса. Краевая столица приняла мировые соревнования и выбила победу. Отопительный сезон в Алтайском крае стартует на этой неделе, а точнее уже завтра. Сначала потеплеет в социальных учреждениях, в больницах, школах и детских садах, а потом уже в жилых объектах. В общей сложности на подачу отопления всем потребителям и отладку гидравлического режима понадобится до двух недель. В Барнауле тепло дали уже 11 объектам – это 10 детсадов и первая детская горбольница. А теперь главная общественно-политическая тема этого года, прошедшем накануне выбором в Госдуму и ЗАГС Собрания. В них приняли участие почти 40% жителей Алтайского края. Уже ясно, что для кого-то результаты этих выборов стали полной неожиданностью, полным провалом и головокружительной победой. Например, если говорить про партию КПРФ, которая выбила 10 мандатов из 20 в Совете Каменского района. О том, как выборы начинались, расскажет Ирина Корчагина. Три дня с 8 до 8. Почти 767 избирательных участков и 75 территориальных комиссий. Ковидные ограничения, наблюдатели, выборы 2021 – главное событие этого года. У нас избиратели возрастные уже, и они с желанием ходят в участок. А вчера первый человек по сколько пришел? Ровно 8. И сегодня ровно 8. Даже ждал минутки две, чтобы мы открылись. Потенциально в выборах разного уровня могли принять участие почти 2 миллиона жителей Алтайского края. Однако общая явка составила около 40%. Просто пошла в магазин и решила зайти. Проголосовать все-таки. Если не считать эпатажного появления на одном из участков Алтайского маржа Александра Зеленецкого, выборы прошли спокойно, даже очень. Электорат в основном у нас бабушки, дедушки. Очень все спокойно, тихо, никаких замечаний нет. Голоса подсчитаны, предварительные итоги подведены. Но проснулись ли мы сегодня в новой стране и в частности в новом регионе, покажет время. Может быть и правда получится, потому что народ идет, верим, надеемся. Мы пенсионеры, нам хочется верить, хочется надеяться на лучшее. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Самыми активными избирателями, пожалуй, стали представители власти. У нас в регионе высокопоставленные чиновники свой выбор сделали по традиции в воскресенье. На этот раз в последние из трех дней больших выборов. Как голосовали вип-персоны в следующем сюжете. Здравия желаю всем. С бодрым утром от мэра Барнаула Вячеслав Франк пришел отдать свой голос в 9 часов. Но перед этим главе города предложили выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести». Всего вариантов 11, от площадей до скверов. Первый выбор сделан, на очереди второй. Позже всем избирателям мэр дал совет о том, как сделать правильное решение. Человек должен определиться для себя, за того человека, который и хочет, но и может. Он способен добиться того, что сегодня он говорит в предвыборной своей кампании. Поэтому здесь должно быть такое сочетание. Ну, оно, наверное, везде должно быть. И сердце, и голова. Председатель Краевого Заксобрания Александр Романенко тоже пришел на участок утром. Политика вновь сопровождали внучки, будущие избиратели. По словам Романенко, старшая уже получила паспорт и начинает интересоваться политической системой. Она действительно уже как бы понимает и политические партии, и конкретные фамилии и так далее. Ну, а вот Машенька, Сашенька, ну, фамилию Путина и Томенко знают. Знаете? Да. Да. Поэтому, конечно, до партии мы еще не дошли, но до конкретных личностей в истории мы уже добрались. Здравствуйте. Здравствуйте. Участок, к которому прикреплен Виктор Томенко, оказался одним из самых многолюдных в это воскресенье. Вместе с супругой главы региона внесли лепту в будущее законодательной власти страны. На утро сегодняшнего дня, сегодня, 19 сентября, уже явка составила 24%. И люди продолжают подходить. Сегодня такой воскресный день основной, наверное, по количеству пришедших на голосование будет. В целом же рекордная явка на этих выборах не была. Однако распределение голосов как минимум удивило. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. Политологи края ценили эти выборы как спокойные, но непредсказуемые. Сегодня в ночь перед оглашением результатов эксперты провели пресс-конференцию и прокомментировали ход и предварительные итоги голосования. Неспокойная ночь для кандидатов и представителей партий. Они с напряжением строят предположения о том, как голосовал избиратель. В то же время политологи уже дают оценку трехдневной процедуре избрания в Госдуму и АКЗС. Придет запрос вообще общий на справедливость, на, в первую очередь, социальную справедливость, на реформизм и так далее. В этом году еще все прозрачнее и правильнее. При этом само законодательство начинает отбивать некоторые вещи. Да, недостаток ресурсов не дает чего-то воспользоваться. Люди изменились, технологии поднялись, гаджеты, интернет, субсети. Ну, по крайней мере, в 21-м году я думал, что партии точно, если уж не региональное отделение, то федеральные структуры партий, ну, что-то будут продвигать в интернете, какие-то идеи, какие-то фишки и так далее. Но получилось, все так и получилось. Новые кадры, вот вроде бы молодые, да, которые включаются в это партийное строительство, они начинают играть по традиционным правилам. Они не пытаются перевалить ситуацию. Они профессионализм, раз, заявление, которое там больше к популизму, чем к истине реальности, два, попробуй подготовь к заседаниям таких вот кандидатов, да, и там, чего надо будет сделать, тяжело. Когда мы говорим о том, что какое-то отношение к избирателям должно меняться, извините, это наши граждане. И партии должны подстраиваться под них, работать с ними и в их интересах, когда будет ответ на реакцию. Средняя явка избирателей на выборы в Алтайском крае составила 40%. Примерно такой же уровень был и в прошлые кампании. Что касается расклада политических сил, то по предварительным данным картина следующая. В Госдуму по трем из четырех одномандатных округов в крае победы одерживают единороссы. Так, по Барнаульскому округу в лидерах Даниил Бессарабов, у него больше 37% голосов. По Бийскому Александр Прокопьев, больше 30% голосов. В Славгородском округе побеждает Иван Лор. А вот еще один округ, Рубцовский, оставили за собой коммунисты. Мария Прусакова набрала больше 27% голосов. Что касается краевого парламента, то проходной барьер преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия за правду», «Коммунисты России» и ЛДПР. Партия «Яблоко» набрала менее 2% и в ЗАГСобрание не попадет. Отдельно отметим, что «Единая Россия», одержав уверенную победу среди партий на выборах в АКЗС, выиграла только на 19 округах из 34. На остальных 15 победу одержали выдвиженцы КПРФ. Артем Гусельников, Данил Захаров. День с толком. О причинах такого неожиданного результата, определенного триумфа КПРФ, говорили сегодня в штабе «Единой России». Так, секретарь рекотделения партии власти Александр Романенко высказал следующую мысль. Судя по данным экзитполов, существенный набор голосов у коммунистов произошел в воскресенье, когда на участках фиксировали поток протестного электората. «Люди шли мимо «Единой России», люди шли мимо «Справедливой России». То есть это было чисто протестное голосование, которое, с одной стороны, вызвало удивление, а с другой стороны, сегодня, когда мы уже более все это дело осмыслим, мы понимаем, что, да, действительно, это, во-первых, проходило не только в Алтайском крае, но в целом в Российской Федерации. Есть очень много моментов, которые являются следствием или причиной того, что произошло. Ну, главное, наверное, это пенсионная реформа. Второе – те вопросы, которые есть сегодня и по благоустройству. Эти выборы не обошлись и без нарушений. По данным Центра общественного наблюдения, их допущено порядка двухсот. Одно из самых заметных произошло в Барнауле. Сейф с бюллетенями оказался вне зоны видимости для камер видеонаблюдения. Обзор перекрыли стульями и напольным покрытием. Примечательно также, что в пять утра в этом помещении для голосования избирателей не было, однако возле сейфа находились двое. Производились ли какие-то операции с сейфом, неизвестно, поскольку обзор был перекрыт. Сотрудники Центра общественного наблюдения рассказали и о других выявленных нарушениях. 160 – это малозначительные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, это именно нарушение масочного режима и несоблюдение социальной дистанции. 17 – касались размещения камер видеонаблюдения, устранены сразу же были после обращения. 13 – это размещение сейфа вне полного обзора камер. Два передвижения ночью было зафиксировано по УИК, они не касались мест хранения документации. В Бурлинском районе после 11 вечера уже в опечатанном сейфе проводились манипуляции с бюллетенями. В селе Парфеново Топчихинского района пустые бюллетени извлекли из сейфа в 6 утра, еще до прибытия наблюдателей. Всего же сотрудники Центра общественного наблюдения передадут в прокуратуру 6 случаев нарушения на избирательных участках. К другим темам. 12 театров, больше десятка спектаклей и серии образовательных мастер-классов. В течение этой недели ежедневно у жителей-гостей Барнаула есть возможность оценить постановки театральных региональных коллективов из разных уголков страны. В столице края стартовал Всероссийский Золотухинский фестиваль. Четвертый по счету он должен был пройти еще в прошлом году, но коррективы внесла пандемия. Долгая пауза, считают актеры, в конечном счете позволила участникам культурного форума подготовиться как никогда основательно. Об открытии фестиваля имени Золотухина в сюжете Анастасии Болотиной. Волнение, восторг и толпа зрителей. У крыльца театра, который, как и фестиваль, носит имя известного земляка актера Валерия Золотухина, люди овациями встречали артистов. По фестивалю, который учредили в 2013 году, через полгода смерти Валерия Золотухина, соскучились и актеры, и зрители. Из-за пандемии его в прошлом году отменили. Да и сегодня он проходит с ограничениями. У оргкомитета и дирекции фестиваля были сомнения, в каком формате проводить фестиваль, потому что пока что еще Алтайский край, как и все регионы, работают в условиях ограничений. 50% только зрителей мы можем принять на каждой театральной площадке. Но, тем не менее, было принято решение проводить его в вочной форме, потому что все-таки фестиваль – это праздник, это встреча людей, это возможность показать спектакль зрителю. И, конечно, онлайн-формат не заменяет всего того, что дает живой театральный фестиваль. На культурный форум заявлялось полсотни театров, но из 50 заявок отобрали только 11. Лучшие мастера сцены говорят, что участие в фестивале имени Золотухина, знаменитого «Бумбараша», для них большая честь и бесценный опыт. Что-то, возможно, украсть, в хорошем смысле перенять. Всего в этом году в форуме примут участие 11 театров со всей России. Хедлайнер фестиваля – столичный театр на Таганке, где долгие годы работал Золотухин. Оценивать спектакли будут эксперты, в том числе пять известных театроведов страны. Они же выберут абсолютного победителя форума. Мотивированность создателей – это вещь, которая оценивается чувственно, неинтеллектуально. И в этом смысле, конечно, главными экспертами являются зрители. Они всегда на эти вещи невероятно чутко реагируют. Так что мы будем поглядывать по сторонам. Работы для нас реакции жителей города так же важны, как и наши собственные осуждения. Не менее яркое и значимое событие и для всех поклонников искусства Мельпомены. Это память, его честь. Он сделал много для этого театра. Для меня это, в первую очередь, огромнейшие эмоции. Я получаю это от актеров. Сегодня выступает Кемерово. И мне безумно интересно посмотреть, как они себя подают. Кемеровский театр представил спектакль «Обыкновенная история» по мотивам романа Ивана Гончарова. В основе – история молодого человека, который уезжает из провинции в столицу в поисках счастья. Помимо выступлений, актеры будут ежедневно обмениваться опытом. Мастер-классы проходят не только для артистов, но и для руководителей театров и театральных критиков. Фестиваль продлится до 24 сентября. Тогда же станет известен театр-победитель одного из главных культурных форумов страны. Анастасия Болотина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульский дендрарий продолжает работу по восстановлению после урагана 2018 года. Напомним, тогда за 15 минут от стихии пострадало порядка 40% крупных деревьев. Повсюду были завалы. Но ситуация меняется к лучшему. Место отдыха приводят в порядок и благоустраивают. Несмотря на прохладную погоду, в дендрарии сегодня прогулялась наша съемочная группа. Здесь будет даже установлена табличка, что последствия урагана 2018 года. Чтобы видели, насколько он был силен. Руководитель дендрария рассказывает, такие пни три года назад были по всей территории. Сейчас ситуация меняется. Часть крупных деревьев смогла восстановиться самостоятельно. К примеру, на этой лиственнице европейской буквально за два года появились новые молодые побеги. Со слов специалистов, настолько сильно она хочет жить. У нас из коллекции выпала сосна банкса после урагана. Были высажены новые образцы. И они достаточно хорошо прижились, начали восстанавливаться. То есть прирост дают хороший. Но, конечно, размеров теперь достичь, это таких же, которые были лет 50 надо. Но коллектив настроен позитивно и продолжает благоустраивать место отдыха. Этим летом здесь появились новые лавочки, полностью обновили ранее существующую беседку, поставили еще одну. Все вроде бы для людей, по их просьбе. Но гости дендрария далеко не всегда отвечают ему взаимностью. Сердце кровью приливается, когда люди, приходя, доставая нож, на новой беседке вырезают свои пожелания, кто-то кого-то любит. Но для нас это беда. Нам придется в любом случае это потом закрашивать, заделывать. Поэтому люди не понимают, портят такую красоту. К слову, красота здесь повсюду. Осень – пора ярких красок, и сейчас в дендрарии просто невероятно красиво. От обилия разноцветной цветовой палитры даже в прохладный день становится теплее. Правда, руководство отмечает, что нынче поток посетителей стал меньше, и причина как раз в погодных условиях. Здесь надеются, что теплые дни, так называемое «бабье лето», еще будет. Но уже строят планы по благоустройству на следующий сезон. Обещали, что обязательно учтут все мнения горожан на предмет, что еще должно появиться в дендрарии для удобства и комфорта его гостей. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Барнаул на время стал основной площадкой для профессионального бокса. Сюда, на Куба главы города, съехались спортсмены из нескольких стран, в том числе Африки, чтобы в бою выяснить, кто лучше. Зрители насладились девятью напряженными поединками. В двух из них выступали алтайские спортсмены. И если у барнаульца Леона Антоняна главным стимулом для победы стал поединок-реванш за брата, то у Дмитрия Кулакова сам кубок. Спортсмен боксировал в главном бою турнира. С последним наш корреспондент Дмитрий Дроздов провел несколько часов до и во время поединка. Спортивный клуб смена. Именно здесь готовится к своему профессиональному бою Дмитрий Кулаков. Ему 28, он неоднократно принимал участие в профессиональных поединках. Но за чемпионскими поясами схватку только начинает. Боксом я начал заниматься еще в далеком 2001 году, то есть со второго класса школы. Бокс меня привел брат в сегодняшний день, то есть это мой тренер. Подготовка к бою за кубок главы Барнаула началась еще пару месяцев назад в Горном Алтае. Первый сбор у меня проходил в Горном Алтае на Семенском перевале. То есть мы жили высота 1770, а тренировались, поднимались на высоту 2300. То есть была такая функциональная работа. Соперник Дмитрия Сергей Маргарян. Армянин, но сейчас проживает в России. Ему 22, но за плечами серебро на молодежном первенстве мира по боксу. Я думаю, мы сделаем все для победы. Парень у нас непростой, с любительским, хорошим опытом. Вторым на первенстве мира среди молодежи был. Поэтому для нас нужна только победа. И мы с вами уже на вечере профессионального бокса на кубок главы города Барнаула. Сегодня зрители увидели 9 поединков. На ринг выходили боксеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Демократической Республики Конго. Вечер профессионального бокса на кубок главы города проходит второй раз. В том году внушительного размера награду выиграл как раз таки Дмитрий Кулаков. И в этом году ему предстояло обстоять, либо передать титул. Ну а главный бой вечером. Барнауле Дмитрий Кулаков против боксера из Невомыска Сергея Маргаряна. Смотрим, как это было. Встречайте из Невомыска Сергей Маргаряна. Кулаков начал поединок по-хозяйски. И первые четыре раунда из восьми своему сопернику шансов не оставлял. Но следующие три раунда молодость дала о себе знать. Маргаря начал перебивать инициативу. И барнаулиц натиск хоть и с трудом, но выдержал. И довел таки бой по своему сценарию. Единогласным решением судейской коллегии победу одержал спортсмен Красноупа. Без металла Дмитрий Кулаков. Я не мог не победить. Я собрал все силы. И в принципе сделал это. Попал много очень. Нокдаун сделал. Отбил корпус. То есть подсадил его функционально. И бой начал сразу с мою сторону. В еще одном бою барнаулиц Леон Антонен вышел на ринг со спортсменом из Конго Монкинбу. И здесь победа тоже за нашим спортсменом. Я этого соперника сам лично попросил, чтобы мне его привезли, так как он выиграл моего брата год назад. Ровно. Вот результат победы. Подводя итоги, Куба главы города снова наш. Отличная традиция закладывается на Алтае. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok